Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Фонд капремонта начал взыскивать с Кировчан долги. Ранее этой работой долгие годы не занимались. Масштабную кампанию по взысканию задолженности фонд начал в феврале 2023 года. За месяц в судебные органы было направлено более 1400 заявлений о вынесении соответствующих судебных приказов на общую сумму более 30 миллионов рублей. Работа будет активно продолжена, сообщили в фонде. Отмечу, что на счетах фонда капремонта скопилось несколько миллиардов рублей, которые до сих пор не потрачены. Теперь эта сумма станет еще больше. Птицефабрики в Кировской области смогут получать субсидии на покупку оборудования. Необходимые для этого изменения были внесены в постановление правительства региона, сообщил зампред Юрий Терешков. Согласно изменениям, птицефабрики могут получить субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат в размере 15% от стоимости приобретаемого специфического птицеводческого оборудования. В список попали машины для очистки, сортировки и калибровки яиц, машины и оборудование для содержания птиц. Необходимость модернизации и приобретения такого оборудования актуальна для большинства птицефабрик на территории области, подчеркнул Терешков. В эфире «Экономика». Почти 400 миллионов рублей маткапитала направили кировчане на образование детей. За 16 лет программы такой возможностью воспользовались 8,5 тысяч семей. Общая сумма составила 391 миллион рублей, сообщили в отделении фонда пенсионного и социального страхования. Отмечается, что деньги из маткапитала могут пойти на обучение, если ребенку не больше 25 лет, а образовательная организация, где он учится, обладает лицензией и находится на территории России. Потратить деньги можно также на оплату общежития и на обучение в автошколе. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова